Город Ростов-на-Дону, аэропорт Платов. Мы едем в Нижний Новгород. Мы приехали в Стригино, это аэропорт Нижнего Новгорода. Аэропорт находится прямо в городе. Мы будем снимать достопримечательности и особенно много общественный транспорт, потому что в Нижнем Новгороде общественный транспорт интересный. Значит, у них есть канатная дорога, у них есть метро, у них есть паром. Они строят фуникулер, ну и, конечно, трамваи, троллейбусы, автобусы и, как без них, маршрутки. Показываю вам, как работает общественный транспорт в Нижнем Новгороде. Вот подъезжает автобус. Смотрите, а сзади за ним маршрутка. Открываются сразу все двери. И вход, и выход тоже во все двери. Это самое центральное место в городе вообще. И посмотрите, как быстро автобус отъезжает. Вот вы подумайте, представьте себе в Ростове-на-Дону такую ситуацию, чтобы автобус не ждал пассажиров минуту или две. Видите, он сразу, мгновенно. И маршрутка. Что касается маршруток, они тут есть, их много. У них номер начинается на Т. Т-91. А в принципе, такие маршрутки выглядят грязными, выглядят нехорошими. В них нет кондукторов, в отличие от автобусов. Почему автобус быстро отъехал? Потому что в нем кондуктор принимает оплату, водителю не надо обелечивать всех пассажиров. В этих маршрутках пассажиры сами подходят к водителю, оплачивают. Тут, в этих маршрутках, такие вот сидения из кожезаменителя, высокие потолки. Ну, это пазики, вы знаете, да? И в них нет доступной среды, как вы видите. И эти маршрутки, конечно, должны уйти в прошлое, но, тем не менее, это лучше, чем те Hyundai, которые были в Ростове-на-Дону, и от которых мы, слава богу, избавляемся. Вот. Что касается троллейбусов и автобусов, то в них все намного лучше. В них работают автоинформаторы, которые объявляют остановки. В них работают кондукторы, которые собирают денежку, если что, могут что-то подсказать вам. И в трамваях то же самое. Причем в трамвае есть один экскурсионный, вот, где рассказывают про каждую достопримечательность, который едет, который проезжает трамвай. А это псевдоисторический трамвай. Мы его ждали. Он на этом маршруте сегодня ходит один-единственный. Посмотрите, какой он хорошенький-хорошенький. Жаловались, что он очень дорогой и неудобный. Ну, что поделаешь, ради красоты, ради красоты мы сейчас зайдем, посмотрим. Низкопольный, деревянные северные, мониторы, объявления остановок. Которые не могут рассмотреть за современные застройки этих пожаров. Монастырь был перенесен в Красномарской заставе, в нынешней площади Ляго и в Красномарске. Его территорию окружала каменная ограда с угловыми башнями. Остановка улица Максима Горького. Следующая остановка улица Маслепова. Между остановками улица Горького и улица Маслепова наши маршруты пролегают после площади Горького. В 19 веке территория считалась окраинной городой. Новый вид транспорта в Нижнем Новгороде фуникулер. Этот фуникулер должен вывезти нас из города, поднять в Кремль. Это кремлевская стена, я на ней нахожусь. И вот здесь будет станция, и вот тут будет ход фуникулера, который будет выходить вот здесь. Вот здесь он будет проходить под стеной, и вон там, где работает экскаватор внизу, вот там будет нижняя станция. И вот так вот люди будут здесь подниматься. Фуникулер в Нижнем Новгороде когда-то был. Когда-то был, и это было, когда там был трамвай. Вот видите трамвайное кольцо, да, оно здесь заканчивается. Вот сейчас это трамвайное кольцо не действует, там маршрут убрали. Вот, и машины на нем паркуются. Но вот в старину трамвайная система была не связана. И трамваи подходили сюда, здесь был, ну где-то здесь фуникулер. Поднимались наверх, и там наверху ходил другой трамвай. Вот так. Потом убрали, потому что трамвай стал ходить везде. И фуникулер стал не сильно нужен. А теперь восстанавливают, это будет туристический аттракцион. Очень интересный, я думаю, в следующем году его сделают. И о нем обязательно снимут не один репортаж. Самое высокое место канатной дороги, самое красивое. Вот здесь город, река. Это дорога Нижний Новгород-Бор, канатная. Им было слишком сложно и дорого строить мост. И построили вместо моста канатную дорогу, проезд 100 рублей в одну сторону. И мы попадаем в самый центр Нижнего Новгорода, из города Пригорода. Мост у них, конечно, есть, но он очень далеко, и там объезд. Поэтому вот такое решение. Для Нижнего Новгорода вполне оправданное. Почему нет? А в других местах, где можно сделать дорогу обычную, можно делать дорогу обычную. Мы садимся в Кабинку и едем в Нижний Новгород назад. И, конечно, это очень удобный способ добираться из одного города в другой. Очень быстро работает линия. Очень живописно и с точки зрения транспорта это хорошее решение. Вот для этой ситуации конкретной, когда невозможно построить другую дорогу или мост. В Нижнем Новгороде есть велошеринг. Только этот велошеринг не как в Ростове был, а как в Москве. То есть я вижу спонсорскую рекламу на нем. Это означает, что этот велошеринг спонсируется. Причем, скорее всего, за бюджетные деньги, поэтому он тут есть. А в Ростове оба велошеринга закрылись этим летом. Потому что их вытеснили самокаты. Оказывается, что компании, которые занимаются прокатом, больше зарабатывают на самокатах, чем на велосипедах. Вот и все. Станция метро Горьковская. Единственная станция в Нагорной части Нижнего Новгорода. Как только построили мост и открыли эту станцию, пассажиропоток увеличился на 75% в Нижегородском метрополитене. Это суббота, середина дня. Нижегородское метро. Посмотрите, станция Горьковская. Никого нет почти. Это так непривычно после Москвы. Пустое метро. Горьковская, значит, Горьковская. И дальше несуществующие две станции. Вот прошло время 8 минут или 10 минут. И вот нижегородцы появились в метро. Она все время пустая. А потом, когда приходит поезд, и тут уже люди его ждут. Поезда ходят нечасто. Это метромоск. Мы едем по мосту с одного переда в другой метро. Это станция метро Московская. И у нас здесь, на Московской, целых 4 пути и 4 платформы. И чтобы перейти с одной линии на другую, достаточно просто перейти на другую сторону платформы. Или подняться на этот мост надо. И пойти вот на эту пару платформ. Очень удобная пересадка. Очень хорошее, интересное решение, когда в центре города сделана одна пересадочная всего лишь станция. То есть не нужно бегать по вестибюлям, переходить с одного уровня на другой. Тут есть, правда, мост. Но очень часто этот мост не требуется, если ты переходишь с самых популярных направлений. Станция метро Стрелка, самая современная в Нижегородском метрополитене, открыта к чемпионату мира в 2018 году. То же самое Стрелка, а следом не существующая станция Волга. Этой станции нет, она только в проекте. И тут начинается станция Стрелка. И ее было бы интереснее продлить туда. И там по проекту должна быть Волга станция метро. Но может быть, может быть, переделать синюю ветку метро под трамвай. И тогда, это чисто вот моя идея, но это не просто идея, это опыт города Сан-Франциско. И сделать вместо синей ветки метро трамвайную линию, которая выходит здесь, заходит в метро и выходит снова и едет в Сормово. Смотрите, если вот эта вот линия будет в метро, а вот эта линия синяя от Сормово-Мещерска будет трамвайной, значит, нужно на одну ступеньку понизить или станцию, понизить платформу чуть-чуть, либо поднять на одну ступеньку рельсы трамвая, если переделывать эту синюю ветку под трамвай. Я думаю, это было бы очень интересным решением переделать синюю ветку Нижегородского метрополитена под трамвай, потому что ее тогда можно автоматически сразу же продлить во все районы. И будет ходить метро-трам. Будет Нижегородский метро-трам по Сормово-Мещерской линии. И практически никаких не нужно расходов на строительство станции Волга и там других станций Варя и дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова